Япония Я надеюсь, что со временем все будет хорошо и мы поддерживаем и кыргызских и японских бизнесменов, для того, чтобы укрепились отношения между предприятиями. Укрепление торговых взаимоотношений Бишкека и Токио – главная цель нового посла. Япония, технологическая держава и Кыргызстану есть к чему поучиться у восточного соседа. Снижение объема товарооборота легко объяснимо и посол знает ответ на этот вопрос. Падение оборота между нашими странами произошло в связи с тем, что в Кыргызстане запрещали ввоз поддержанных автомобилей с правым рулем. Атамбаев надеется, что с Японией будут конкретные проекты и японские компании поймут, что теперь наиболее выгодная точка для инвестиций в этом регионе. И мы, конечно же, будем создавать и дальше все необходимые условия для инвесторов. В этом плане я хотел бы подчеркнуть важно, что начала наша межправительственная комиссия работать. И, конечно же, выразить благодарность руководству Японии, господину премьер-министру за ту поддержку, которая постоянно оказывается Кыргызстану. Выделяются грантовые средства, в том числе и на проведение честных выборов выделялись и будут выделяться. Спасибо вам за это громадное. Верительную грамоту Алмазбеку Атамбаеву вручил и посол другой мощной державы – Китая. Сяо Цихуа – кадровый дипломат. Кыргызстан для него не чужая страна. В начале 2000-х он был советником в посольстве КНР в Бишкеке, позже возглавлял дипредставительство в Туркменистане. Со своими кыргызскими коллегами ему предстоит решать большой спектр вопросов – от сотрудничества по борьбе с терроризмом до эффективной реализации всех ранее достигнутых договоренностей. Я, как Нойбасо, буду работать для того, чтобы наши отношения поднялись на новый уровень, конечно, в том числе и товарооборот. С южным соседом у Кыргызстана весьма тесные экономические отношения. И вступление страны в ЕС для Пекина не проблема. Поднебесная даже приветствовала этот шаг. Китай – сосед, на которого можно опереться. Это сосед, которому нужно только процветание Кыргызстана. И при этом Пекин никогда не выдвигает каких-либо политических условий, не навязывает свое мнение, сказал глава государства. Ну и сегодня на повестке дня теперь стоит вопрос по реализации проекта строительства железной дороги Китая, Кыргызстан, Узбекистан. Хочу сказать, что я очень надеюсь, что президентом Узбекистана, народ Узбекистана выберет Шавхата Амирамоновича Мирзиёева, с которым меня связывают почти 10 лет знакомства и более чем знакомства. И многие проекты, которые по тем или иным причинам тормозились, я думаю, они теперь пришло время реализовывать в интересах и Китая, и Кыргызстана, и Узбекистана. Урмат-ту президент Мирза, сезге Кыргыз республикасындағы Франция республикасының атайын жанайгар мукукту элчеси. Сменился и посол Франции. Новый руководитель депредставительства теперь Микаэль Ру. Алмазбик Атамбаев отметил работу предыдущего посла, который запомнился кыргызстанцам как самый активный французский дипломат. Его даже наградили медалью Данг. О его предшественниках почти ничего не было слышно. Глава государства пожелал новому послу такой же энергии. Я очень рассчитываю, что вот эта атмосфера дружбы между нашими народами, она дополнится и какими-то реальными проектами. Хотя, конечно же, один из результатов это вот участие французской компании в строительстве ипподрома в Челпанате. Хочу сказать, что это первый ипподром, который получит международный сертификат на территории СНГ. Конечно, заслуга наших французских друзей, но мы ждем и других реальных результатов и реальных инвесторов. Микаэль Ру тоже ставит своей главной целью укрепление экономического сотрудничества с Кыргызстаном. Франция могла бы много чего предложить Кыргызстану. Те же качественные товары. Французские компании заинтересованы в сотрудничестве с Кыргызстаном. Я рад видеть здесь такие марки, как Лакост или Рено. Мы готовы поддержать страну и в укреплении демократии. Австрийский посол, вручая введительную грамоту, приветствовал президента на кыргызском языке. Герхард Сайлер очарован природой Кыргызстана. Уверен, что австрийские туристы при хорошей рекламе могли бы заполонить страну. В рамках туризма есть туристы из Австрии в Кыргызии, потому что очень красивая природа. И я думаю, там есть тоже потенциал, потому что можно кататься на личах тоже. Если у вас есть много снег, это уже одна большая причина ехать в Кыргызию. Алмазбик Атамбаев считает, что австрийско-кыргызские отношения нуждаются в австряске. Мы должны вот этот порог, вот когда изучаешь язык, тоже изучаешь, изучаешь, а заговорить не можешь. Вот мы дружим, дружим, но очень хотелось бы, чтобы мы этот порог дружбы перешли, пошли бы дальше. От дружбы уже до таких конкретных проектов, до реальных конкретных проектов, которые нам позволят еще плотнее связать нас из страны, потому что мы ждем этого от Австрии. Берительные грамоты вручили послы островной Шри-Ланки, Молдовы, Ирландии, ну и самого маленького в мире государства – Ватикана. У них не посол, а апостольский нунций. Атамбаев надеется, что новые главы дипредставительств делают все от них зависящее, чтобы вывести отношения между странами на новый уровень. Президент призвал их помочь с привлечением инвестиций в страну, при этом обещал, что вложенные деньги будут под защитой государства. В декабре этого года мы планируем, я думаю, что и парламент поддержит, проведение референдума, на котором будут устранены предпосылки для возрождения авторитаризма в Кыргызстане, укрепление парламентаризма. И кроме того, там эти поправки позволят нам провести реформы силовых структур и органов прокуратуры, которые позволят кардинально минимизировать количество органов, проверяющих бизнес. То есть это позволит нам создать рай для бизнеса в Кыргызстане. Минимум проверяющих, максимум поддержки. И для этого у вас вот с 1 января, я думаю, что и парламент, и народ Кыргызстана поддержит, для представителей бизнеса из ваших стран открываются очень большие возможности. Потому что у нас условия, я думаю, будут лучшие в регионе. Послам Атамбаев пожелал успехов в работе и выразил надежду, что результаты будут хорошими. Потому что очень многое зависит от посла. Посол может буквально за несколько лет или улучшить отношения, или даже ухудшить. Бывает и такое. И я очень надеюсь, что вся ваша деятельность будет направлена на укрепление двусторонних отношений, на укрепление дружбы между нашей страной и странами, которые вы представляете. Кыргызстан настроен на сотрудничество со всеми странами региона и мира. Дипломатические представительства могут рассчитывать на любое содействие официального бишкека.